доброе утро друзья смотрите все апельсины висят но уже начинают апельсины зацветать и запах стоит просто нереальный так вкусно пахнет знаете как это жасмином апельсиновые деревья пахнут жасмином такая вкуснятина прям хоть чай заваривать но сегодня такая классная погода но прохладно утром я встала было 10 часов в 10 часов нет встала я намного раньше было 10 градусов представляете это прям для нас дубе у холода но море нереальное смотрите кораблик какой-то плывет и все время наблюдаю меня вот там вот клиентка живет я на каждое утро проверяет свои цветы но сейчас время видимо она их уже проверила липу то магазин у нас там открывается у нас тут цивильно есть и магазин и парикмахерская ресторан откроется кстати вот владелец едет вот я так думаю что скоро они откроются потому что делают какие-то там это оля делают какие-то там эти реформ перестройки сейчас в 10 у нас включится фонтанчик видите даже на нашей горе жизнь бурлит так буду сейчас делать маффины тыквенные я вчера тыкву запекла она уже готова мягонька видите и вот сейчас буду уже делать маффины для этого нам понадобится 225 грамм муки 1 чайная ложка корицы но я ее не люблю поэтому я ее не добавляю я уже сюда добавил 0 5 чайной ложки соды полторы чайной ложки разрыхлителя и пол чайной ложки соды соды в общем соды и соли по пол чайной ложки полтора ложки разрыхлителя потом 400 грамм тыквы тыквенного пюре вот у меня тут по моему 350 220 грамм сахара я 2 яйца 100 грамм сливочного масла потом здесь у меня нужна шоколадная крошка у меня черный шоколад его просто растеребанила и там внизу у меня орехи миндаль тоже его так растеребанила горсть миндаля и 100 грамм орехов и шоколада но это как говорится на ваш вкус и цвет теперь я что делаю я сюда добавляю буду сделать здесь добавляем сахар тыкву два яйца все это делаем в однородную массу вот какая масса получилось теперь мы сюда сейчас добавим сахар ой сахар муку в общем все такие сухие средства средства муку и масло сливочное еще ванилин добавлю люблю ванилин поэтому добавляю его везде мои курочки пожарились сейчас будем кушать маффины поставлю и мешаем поставлю на масса пускай помешивается тем приемлемем включила я духовку на 180 градусов разогреваться и пускай минут 30-40 они у вас там разогреваю жарится париться там вот сейчас там смешается потом в конце добавим орехи и шоколад просто нереально вкусно честно честно вот что у нас получилось теперь добавляю сюда орехи и шоколад и вот так вот все перемешиваю и будем замал заправлять наши формы на три четверти вот так получилось блин осталось немножко ну ладно в другой как говорится партии сделаю смотрите какие крылышки в шайтан машине получились это по моему булгур я сделала такую зажарочку с томатной пастой овощную такую потушила овощи и вот такой у меня будет обед пока мои маффины будут жариться всем приятного аппетита вот такие маффины получились они правда еще горячие но они нереально вкусные смотрите мне зараза горячие сегодня вышло гулять на по полям вы знаете вчера обратила внимание что появилось много мошек они были осенью где-то в ноябре наверное прям много здесь идешь и их очень много и сейчас тоже прям уйдешь дышать нечем вот я обычно вот по той стране иду к морю а по этой стране по полям вчера знаете такой как бы не знаю что как это объяснял вот на тему социальных сетей очень это все странно например в тик токи у меня я выставляю там видео сегодня подписан подписывайтесь ссылочку оставлю внизу так вот метам подписчиков мало это я знаете так так мне так как мне нравится снимать то и иногда ролики выставляю разные там с инстаграма или еще какие-то снимаю и вот вчера что-то сидела я в этом тик токи и там основном попадается мне в рекомендациях девочки которые живут в испании недолго два-три года и вот они все знаете уверяют скучаю по гречке скучаю по сметане скучаю по кефиру в испании нет творога и такие знаете думаю блин сейчас я это ну не будешь же каждому в комментариях писать что все есть иду и думаю сейчас видео сниму так по приколу меня там 40 подписчиков всего сейчас видео сниму как раз холодильнике была и сметана и творог который я купила валькампу и в лиддл и такая значит сняла ролик наверное знаете уже в один часов в 11 и думаю в 12 так как лежу там что-то два просмотра всего дома фигня нет не зашло говорю на этом сняла там смотрите вот творог вот сметана моя самая вкусная ля ля тополя и все и пошла спать утром просыпаюсь а то вот я не понимаю как так снимаешь вроде снимаешь какую-нибудь фигню или наоборот красивые там пейзажи все дела никто не смотрит а тут написала там такое началось просмотры там тысячи с лишним уже комментарии одна в грудь бьет не это не творог вторая там я не знаю кричит он невкусный 3 там вот у меня там в деревне был такой вкусный блин естественно у меня когда у бабушки деревня корова была там тоже был все вкусно хотя знаете мне молоко больше нравится магазин на чем домашние вот не знаю почему меня вспомню когда родственники приезжали с москвы они прямо из-под коровы пиле это молоко и так на них смотрела и знаете меня прямо оторвать на лифте а рефлекс они прям вот эту пенку и рабы невкусно или там сметану сливки это ложкой я как-то всему ко всему к этому равнодушна была вот а тут вспомнили в общем там такой кипиш поднялся и вот я не понимаю как все это работает даже в ютубе например сайте снимаешь иногда такие такие ролики классные а просмотров нифига нету а иногда вот посмотришь у других блогеров в какую-нибудь херню снимут знаете там встанут на кухне картошку чистят не два слова каких-нибудь свяжут да простите 100 тысяч просмотров и все ой как мило как здорово как красиво а тут стараешься как бы тогда мужик идет впереди смотрит с кем я тут я еще попытаюсь погромче поговорить потому что чтобы было слышно вот и он так на меня поворачивает скажет с кем-то на ну вот а тут я вроде как пытаюсь но я сам я же смотрю других да я же понимаю что мои ролики как бы они не такими даже ну не скучно потому что я стараюсь снимать на протяжении дня не только там какую-то вот на кухне я морковку почистила да вот я вышла там погулять природу каких-то букашек еще что-то да и нифига никак а другие говорю какую-нибудь херню покажут и все там умиляются какая красота вот как это работает я не знаю если честно тут как говорится попу рвешь и нифига и никак остальные как-нибудь я не знаю как что для этого нужно сделать я не понимаю да что людям надо хотя нет сейчас ю тубе я знаю что надо ю тубе знаете что как я с подругой смеялась когда мы гуляли с ней я я чё-то это для контента я говорю таню знаешь что надо для контента для контента нам с тобой надо было сесть за столом нажраться водки потом говорю нам надо было с тобой подраться поругаться потом помириться все это заснять и выставить youtube говорю вот знаешь сколько бы говорю у меня было бы просмотров и и лайков и комментариев море было бы я не знаю почему так людям нравится смотреть на на тех кто ругается кто плохо живет вот потом у них же в комментариях там знаете друг друга сами друг друге комментатор ругаются там срутся вся грязь людям нравится вот вся грязь а пойдешь снимешь если море там до люди загорают никому это не интересно людям интересным драка людям интересно для грязь я не знаю почему это я вот не могу на такие как как вот есть я всякие алка стримы да сколько в мошек всяких какие-то там другие ролики я не могу на такое смотреть я вообще не люблю насилие в любом его проявлении поэтому люди какие-то я не знаю куда мы катимся нам не нужна красота нам нужна грязь нам нужно трындец какой-то ладно я все равно у меня на канале не будет никакой грязи потому что потому что водку не жру а ругаться и драться я не умею вот и не могу я говорю таракан то боюсь убить это не для меня так что будем помаленечку потихонечку снимать море поля вот ничего страшного все равно есть люди которым нравится обычная жизнь без всяких там драк и всего прочего правильно собаки охраняют черемой и гавкают и вот кто-то тоже не понимаю как там что работает ну в принципе там не точно ничего не надо там просто я просто решила объяснить людям что все есть что вот хотите покупайте сказала где купить показала консистенцию вот поэтому может быть кому-то знаете поможет там вот и вообще решила тик ток буду иногда снимать такое видео например пойду там сниму валькампу где кефир продается где там продается копченая колбаса например там и что еще можно найти вот например там сметана та же самая тоже заснять вот потому что людям хочется всего этого они думают что этого нет что там еще то есть даже знаете валькампу есть типа нашей любительской колбасы тоже копченая тоже очень вкусная морсаделла аумада она называется вот потому что есть там валькампу например тоже есть творожная масса со всякими начинками есть там разное красными ягодами еще что-то и вот буду потихоньку снимать и рассказывать людям что где у нас тут есть вот там у нас например видите собирают шпинат вот тоже сняла вчера ролик рассказывать что там вот клубника невкусная типа не сезонно но я вот людям рассказала что наоборот самый сезон в испании самый сезон клубники вкусная покупайте сладкое если из клубни из испании то у нас все сейчас наоборот сезон так наболтала вам кто-то с короткими рукавами а кто-то как я с длинными еще и мерзну представляете я например смотрите в жилетке с длинным рукавом и мне я бы не сказала что мне жарко как солнце отвечивает мне нифига не видно потому что какой-то знаете ветерок такой прохладненький то есть солнце прям печет а ветерок охлаждает я тебя выпущу ты побежишь беги они идут вообще можно знаете сейчас такая пора что одеваются одни в фуфайках другие в телогрейках а третье полу раздеты шортах и и в майке с коротким рукавами смотрите здесь эта надпись гласит что здесь траву обработали ядом ну что вот всяких клещей насекомых все такое в черте города как бы с чарли безопасно никаких лисея он не подцепит здесь все обрабатывается а вот там конечно да в полях особенно да когда ближе к пляжу то там естественно никто ничего не обрабатывает там может нацепить но сейчас зимой знаете почему-то нету хотя надо уже ему ошейник поменять потому что уже ошейник поэтому много времени надо поменять поля там прошлась это шпинат растет теперь пойдем так вот в парк который на реставрации в июне сказали откроют там вот у нас подальше мимоза цветет и не особо пахнет вообще в испании не считается что мимоза это цветы но я вот натырил я зерна потырил я домой там конечно не натырил но все-таки оставлю вазу пусть стоит красиво же кстати вот так мимозу поставлена со стенкой у меня сливается но натюрморт мне кажется симпатичный здесь вот розочки стоят и мимоза почему-то она не пахнет так в россии так в россии пахло вообще вот когда мимозу заносишь в дом прямо такой запах стоит а тут как-то не пахнет ну ладно зато красиво и чего ты хочешь чего все ты хочешь собаки гавку да я тут пришла белье снять за мной и заодно вам показать вот такой вот у нас закат там у нас моревка но сегодня у нас не бушует люблю подглядывать знаете терраса такая прикольная тут походу никто не живет так что пошла я наверное монтировать влог и отдыхать клубничку поем на ужин а вы не забудьте подписаться на мой канал поставить пальчик вверх ну и спасибо вам за мои комментарии за мои за ваши ой смотрите у нас там белье уже висит но надо же соседи но их совсем не слышно так что всем пока пока и до завтра